Бог Господь, явися нам, благословен гряды его имя Господне, исповедайтеся Господи Ви, яко благ, яко век милости Его. Бог Господь, явися нам, благословен гряды его имя Господне. О, бы шедше бы до шамяки именем Господнем, противляхся им. Бог Господь, явися нам, благословен гряды его имя Господне. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Бог Господь, явися нам, благословен гряды его имя Господне. Камень дегоженебрегоша зиждущий сей, бысть во главу угла от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Бог Господь, явися нам, благословен гряды его имя Господне. Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 Дорогой Владыка, мы вас сердечно поздравляем с этим великим праздником, который мы нашли в 20-м лет. Вот этот день, который вы должны осветить нам в храм и помолиться за нас, за всех, за крестолом Божьим. С праздником, Владыка. С праздником. Как праздник. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Вверх. Что? Вверх. Вверх. Вверх и четверку исполняем. А четверку по низу. Внизу. Сейчас вниз. Вниз. А четверку по низу. От первого столпа снизу идем вверх. Вот сюда. Вверх. 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 Витя, Витя. эту штуку резут. Отцы, берите стол побольше отцов. За низ берем. Отцы, декабря тоже берите, не стоит. Семи свечек можно. За самый низ берем. Оставляется, да. Все, берем через стол. Оставляйте. Разворитесь чуть-чуть, берите. Поднимите, чтобы тебя в зоне-то не могут поднимать, поднимите. Все, 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 все. Покажи. Слава Богу. Слава Богу нашему, во веки веку. Аминь. Слава Богу нашему, во веки веку. Подносите кондию, пропила. Аминь. Аминь. Продолжение следует... 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 Да, сбоку тогда, ничего страшного, куда достанется до схода. Вот прям на это. Не трогайте. 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 Маги, маги, и миром Гостову помолимся. Господи, моли, за местность и помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, моли, при святой плечествую, преблагословенную славную владыщницу нашу Богородицу, и предстотеву налью за всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга и без животных, Христу Богу предадим. Господи, моли, Господу помолимся, Господи помилуй. Господи, небесе и земли, и же святую Твою церковь, незреченной премудрости основавой, его образ ангельского на небеси служения священства чина земли составивой. Ты, Владыка Великодарный, прими и ныне молящихся нас, не яко достойных сущих и тариких, просите, но да превосходство покажется Твоей благоблагости. Небо предсталось и человеческому роду многообразним благодеям. Главизну же нам даровал и сей благодеяний, и же во плоти единородного Твоего Сына пришествия, и же на земле явся, и высия в сущем во тьме средстве спасения. Принеси себе и у нас жертву, и быстро мир и всему зачистилище, общники нас Своего воскресенья сотвори. И вознесися на небеса в плече Своя ученики и апостолы, як уже обещася силой свыше. Я же есть Дух Святый, поклоняемый всесильный, и же о Тебе, Бога и Отца, Водь исходящий, им же и бывший, сильный и делом и словом крещением, придашися на положение Церкви воздвигоши, утвердивши жертвенники, священство положивши правила и законы. И же мы, гречне, держащие предание, припадаем Ти вечному Богу и молимся Те, благоутровник, Твоему песнопение созданный сей храм божественное Твоение, и спасли славы, и в нем воздвиженный жертвенник святых. Святых покажи, як он нам, предстоящих Ему, як он страшному Царству Твоего престола, неосужденно служите Тебе, мольбы о нас и о людях всех, воспосылающим и бескромную жертву Твоей, приносящим благость, о вольных и невольных гресе, в прощении, в управлении жития, в исправлении благогожительства, в исполнении всякой правды, яко благословися Твое Царство, при святое, олегу благословися Твое пресвятое имя, Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Благодарим Тебе, Господи Божьей силы, как Вы, Иуде, изъялося благодать на святые Твои апостолы и на преподобные наши отцы, исподобилось им много ради Твоего человеколюбия и даже до нас грезных они потребны храбшую, полную простерти, и молимся Тебе, Владыка, много милости, исполни славу и святы, и благодати жертвенник сей, я, Боже, притворитесь, я же аноним, приносимы Тебе, бескровные жертвы, наше святое, наше чистое тело, и честное Господь, единородное, готовясь Сына и Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, ко спасению наших всех людей, ко спасению всех людей и нашего недостоинства. Ты, Боже, и Бог наш, Бог милости, спасатель, и Беслава высылай. От Сой, Сыны, Святому Духу, дай неприсно, и во веки веков. Аминь. Кадила. Кадила. Господи помилуй, наступи и спаси помилость, и храни нас Божием Твоей благодатью. Господи помилуй, святой Пречистое, преблагословенное, славное Владычество Нашему Богородицу, и Приснение Деву Марио, со всеми святыми, выгонувшимисями, и тенишим другом, и все, отнаши, истюбому предадим. Тебе, Бог милуй. Я посвятый сего же наш, и жена пострадавших, по тебе честных мученцам, почивающие тебе славу высылай, уцу и сольной, святому Духу, ныне признай, во веки веков. Отец Кадилов, отцы, первая пара поддерживает Владыку, патрулью, которую мы еще не теряем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Звучит музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Двери открывайте двери Двери открывайте двери Господь сил, кто есть царь славы Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Поднимайте. Воскомастик, давай, Коля. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем, молимся, Бог хранимый. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем, молимся, милость, и жизнь, и мир, и здравие, и спасение, и посещение, и прощение, и остальные, и грехов, и ровно Божие, братья. святого и оставленных грехов рабов Божьих, сестер, обители сиял. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, моли, все обласящих, добродетельщик, Господи, все честь и в храме всех, друждающихся, боющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебе, велики, богатые, о милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я по милости, я человека любит, Бог есть, и Тебя славу высылает, отцу и сыну и святому духу, ныне пресное поверьте векло. Глава, Господу, помилуй, Господу, помилуй, все рецепси. Глава, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Тебе, Систья Божьего, Слава Тебе! Слава Тебе, Систья Божьего, Слава Тебе, Слава Тебе! Слава Тебе, Систья Божьего, Слава Тебе, Систья Божьего, Слава Тебе! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доблагослови 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 Благослови, благослови, благослови. Благослови, благослови, благослови. Благослови, благослови. Благослови, благослови. Благослови, благослови. Благослови, благослови. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Вот сегодня в Евангелии мы слышали такие слова, когда Господь рассказал одну притчу, что один человек устроил виноград, посадил виноград, оградил его забором, выкопал, тащил в этом винограде, ну то есть колодец, и отдал его людям, ну как бы в аренду. По прошествии некоторого времени стал этот хозяин требовать от арендаторов, чтобы они заплатили ему то, что ему полагается. Когда он послал своих врагов к этим людям, то они стали этих людей, иного побили камнями, иного прибили, иного вывели за ограду и там его убили. И так рассказаем, в течение нескольких временев посылал к этим людям, чтобы они отдали им то, что ему полагалось. Когда же ничто уже не помогало, тогда он говорит, пошлю я к ним своего сына единородного, может быть они его, ну как бы, увидя его, поступят так, чтобы вернуть мне то, что мне полагается. А что эти работники в этом винограде сказали, вот идет наследник, давайте придем и убьем его. Так они и поступили. И вот Господь дальше говорит, что бы он сделает, то есть хозяин этого винограда, когда придет, и что бы он сделает с этими, ну такими негодными рабами. А что ему ответили, что он этих рабов, конечно, то есть придаст казни. Это, конечно, все в переносном смысле, это говорится о том, что Господь сотворил мир, дал, то есть тот мир, в котором мы все с вами живем, дал его людям, чтобы мы всем этим пользовались. И от нас ничего не требует, только требует одно, наших добродетелей, веры, добродетели, упования на Бога. Когда же народ начинает отходить от Бога, как-то, ну, повышает в своих проблемах, в своих каких-то суетностях, веры сего, века сего, то Господь что делает? Он посылал всевозможных пророков, учителей церковных, каких-то еще законников, но некоторых, как мы сами знаем, то людей не принимали, а наоборот, всячески пытались как-то, наоборот, оправдать все свои грехи, и не хотели следовать учениям тем, которые говорили эти пророки, также апостолы, которые мы с вами знаем. И вот, когда уже никто не стало, как бы, помогать, то Господь уже послал в мир Сына Своего Единородного, то есть Господа нашего Иисуса Христа. Но что с Ним стало, мы все знаем. Он ходил, проповедовал проповедь, везде учил, исцелял больных, прокаженных, но, тем не менее, ничего так и не помогло. Люди озлобились, ну, не люди, а, конечно, вот, как бы, как мы все знаем, что законники, престьяне озлобились, и в итоге не дали его и на распятие. И вот там дальше есть такие слова, что, кого они отвергли, то есть, камень, его же непригодны, дизбучие, все быть во главу угла. Что это, что это говорит? Тот камень, на котором основана наша церковь, наша вера, те люди в то время, они отвергли, то есть, отвергли учение Христова. Но мы с нами, ну, а это оказался именно тот треугольный камень, на котором и основывается наша вера, и стоит наша церковь. Церковь, как мы знаем, послово апостола Павла, есть столб и утверждение истины, и никто не может ее поколебать. Никакие перемены, никакие нападения и никакие гонения. Мы с вами тоже знаем, что вот в этом монастыре тоже было всякое. Были и допустения, была и нечистота, было все. Но тем не менее, в данный момент храм, как мы видим, что обитель возродилась. Строится храм, и построился вот этот храм, где, как мы все с вами сегодня присутствуем, и становимся соучастниками той благодати Божьей, которую Господь даровал всем нам. Божьим и верою приступите. Божьим и верою приступите по святому причащению. Верую в Господь и исповедую, как ты истин воистину Христос, Сын Бога Живатого, пришедший мир грешное спасти, от них же первый есть муаз. Ищи верую, ищи верую, и самое причистое тело Твое, и сияет самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй меня, прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и исподобие меня неосужденно. Причаститесь и причисли к Твоих тайн, в оставление грехов, в жизнь вечную, аминь. В вечере Твоя тайная днись, Сыне Божий, причастниками оприми. Не по врагам Твоим тайну повем. Не лобзанье Тедамьяк и Иуда, Но я, как разбойник, исповедую тебя, Помяни меня, Господи, во Царстве Твое. Данесут ли вас суждение, Будет мне причащение, Святых Твоих тайн, Господи, Новое исцеление души и тела, аминь. Причащаться можно только после исповеди натоща, Предварительно прочитав канунную молитву ко Святому Причащению. Вы так подготовились и приступаете ко Святому Причащению. Так, ступитесь, пожалуйста. Здесь дорожку на улице сделайте, пожалуйста. Убери, черт возьми. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok нашего Арсения Великого, святого апостола Бахполомея, святого апостола Васимедесисита, епископа Критского, святителей Варсиса и в логе епископа Федеских и протагена исповедника епископа Корейского, святителя Амины, патриарху Цареградского, святого преподобномученика Моисея, святого священномученика Владимира Присавитера, всех святых в земле Московской просиявшая, святого священномученика Николая Присавитера, же верхним внук и бесит, и праведную Богу Отец, и Аким, и Анна, и всех святых помилует и спасет нас, и как благ, и человека любит. Ииспо, 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 ииспо. Ииспо, 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 и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И благодаря, конечно, ее представительству, ее молитвам этот монастырь восстанавливается непросто, трудно восстанавливается, но благолепно. Ну и, наверное, самое основное, конечно, восстановление монастыря, главное, как ее внешнее событие, так и внутреннее жизнь, прежде всего, монашеская жизнь, которая здесь именно существует, и которая представит монахини и губнине Арсений, конечно, этот ее подвиг монашеский, прежде всего, устроение монашеской жизни, потому что сюда приезжали и многие святители, архиереи, которые удивлялись именно устроению здесь монашеской жизни. Конечно, 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 тут повлиял на то, что здесь монастырь восстанавливается не только внешне, но самое главное, старается и внутренне восстановить свою жизнь. Это очень важно. Потому что именно такой пример монашеской жизни, он очень-очень всем необходим. Потому что, знаете, есть известное извещение, ангелы свет с монахом, а монахи свет Мириан. Вот такой, конечно, свет, он если и должен быть, и так должно быть просто-напросто. И мне бы хотелось, конечно, сегодня на душе всех вас поздравить, дорогие мои братья и сестры. Особенно сегодняшнюю строительницу, восстановительницу этого настоя, Игумия Георгия. Потому что она своими трудами здесь положила свою, как говорится, душу, свою жизнь здесь ложат, свои годы здесь ложат, свое время. Ну, для монаха, наверное, самое основное, именно посвятить себя, прежде всего, в служении Богу. Это самое главное. Основное для него, это уже не существует. Награда для него, конечно, это Царство Небесное, самое главное. И монах обязан трудиться не просто за какие-то награды, за какие-то, а он трудится ради Царства Небесного. И чем выше подвиг, тем смирение, конечно, должен быть именно сам монах, по сути. Монашеская жизнь и в этом главное состоит. Смирение, прежде всего, перед Господом, перед Господом Богом, перед нашей Матерью Церковью, ну и перед всеми, кто, конечно, есть, это самое главное. Я очень рад, что сегодня совершил с нами благослужение епископа в Берлине. Здесь совершил это епископ Палачевский и Палацовский. Я, я очень рад, потому что у нас в вашем многокомленном присутствии. К сожалению, у Владимира Германова, мы хотели, чтобы он приехал, но вот он, у него не получает, не получилось к нам приехать и составить это торжество, возбавить это торжество. Но мы знаем, потому что молитвами Владимира Германа этот монастырь возобновился. Это было в 91-м году, когда Владимира обратился именно в тогдашнее правительство Логоградской области, я уже забыл, как оно называется, он обратился с письмом, это письмо у нас есть, сохранилось, с просьбой возвратить лону русской православной церкви, в частности Логоградской, только что образованы полгода как Логоградская и Камышинская епархия, четыре монастыря. Это вот, то есть, мы были, так сказать, монастырь города Серафиновича, Вознесенский монастырь в Крецком районе, Дубовский женский монастырь и Каминогродский свято-тройский монастырь. Ну, тогда правительство Логоградской области пошло на то, чтобы возвратить то, что осталось от монастыря, а осталось здесь, конечно, было очень, но место довольно-таки неприятное, когда первые едики сюда приехали, конечно, жить было здесь очень-очень трудно. Я помню, когда я вспоминаю этот момент, когда я вошел в храм в первый раз, переступил порог храма Казалской, полной Божьей Матери, а туда невозможно было войти, потому что был огромный-огромный котел, как говорится, да, пол не было просто, нельзя было садить, все было порушено, все было разрушено. И тогда казалось, в далеком 94-м году, в 93-м, в 92-м, казалось, ну, когда этот храм может восстановиться? Казалось, это невозможно. Ну, у Бога бывает всякое чудо, величие чудо. И вот такое чудо, что, слава Богу, Владыка Германа принял свою луну, когда приехавшую в лугарскую партию монахиню Георгию, тогда монахиня у Матушки были, это Матушка была, да, я вспомню этот момент, и передал верение именно в тое женское общение, потому что Матушка привезла с собой несколько десятков сестер, 20 сестер было сестер, да, меньше, 10-10 сестер было вот так, и вот они начали здесь обживаться. Когда мужской монастырь был упразднен, вот братья монастыря были расстрелены по приходу в лугарской епархии, но вот все-таки взялись за восстановление этого монастыря. Братья, конечно, восстановили в свое время, вот тут присутствуют и унисами, я тоже рад, что он здесь присутствует, отец Савейн, вот это первый был настоятель этого монастыря, возобновленного, я его специально пригласил, я благодарю Матушу, что она ему предоставила такую возможность, вот так вместе с нами тоже помолиться, разделить ту же радость, которая у нас есть, с возобновлением этого монастыря, я очень это он рад. Вот. И вот братья, они тогда смогли перекрыть храм, крышу этого храма большого, Казанского и перекрыть обувь. Отец Савейн, здесь я, приобретен, отец Савейн как раз, он, видите, отшкалил Терёхи, здесь неопичный. Вот. Вот этот молодой человек, я вам говорил, когда всего лишь 20 лет, молодой молодой, мальчик совершенно, вот взялся в восстановление. Но, видно, молитвы, и будут не о всеми такие, что здесь, наверное, был женский. Не, наверное, был женский монастырь. И вот, владыка, где-то он вовремя увидел, мне так кажется, вот так, увидел, что манушкой Георгия, приехавшие с сёстрами, они смогут этот монастырь восстановить благодоление. Я ее очень благодарю за ее дыр, вот, за ее такой вот, ну, подвижнический дух, он, как бы труда не было, она здесь всегда пребывает, она здесь, и стараниями так, и всякими вот, вот, подвижними, конечно, мы, женщины, перед своими духовными подлинами, потому что монастырь строится именно вот таким духовным советом. С чем я вас всех поздравляю? Ну, а лицом этого, вот такого, можно сказать, вот сегодняшнее освящение этого храма. Два года назад, так я уже попрекула освящение храма Казанской иконы, тоже мать, вот, этого большого, огромнейшего собора, наверное, самого большого в наших местах, но, слава Богу, все это совершается, и мы, она, и мы видим, нашими, со своими глазами видим, да, что, каково благолепие в этой этой неделе. я вам желаю, Матушка Феоргия, дальнейшее, не останавливаться, да, на этом, потому что, ну, не может быть остановки в духовном жизни, знаете, будет, сами очень хорошо, вот, поэтому, дальнейшего, такого, созидательного, духовного труда, на установление, монашеской жизни, прежде всего, и, конечно, радости, вот, от этого большой, и, священную радостью, у нас, чая, вас и, и поздравляем, с пунктом, может быть, Владыка тоже, забыли сказать, лучше. Ваше Преосвященство, я буду рады, гостей, Матушку и Горнию, Георгия, все отцы и братья, с окружающими, все госты, прихожане, это и облиц, я благодарю Владыку, и вести за приглашение, сослужителей, участия в этом празднике, побывать, в вашей парке, в этом, в Благодаренном монастыре, ну, и поучаствовать в освящении храма, для меня, как для начинающего, это тоже практика, помимо всего, прочего, еще бы, это практическое, за 10 месяцев, как в свое служение, здесь на каждой, я самостоятельно, три храма уже, осветил, великий, вот этот чин, на священную, вот этот, четвертый храм, я здесь поучаствовал, но до конца года, наверное, мы еще будем освящены, вот, для чего это нужно, ну, у нас десятки храмов, но вот архивисты ученые, немногие освящены, и, некоторые у нас батюшки, даже смирились с этим состоянием, но служит, служит десятилетиями, но, мы понимаем, что служит, не освященный в храме, это, больше по необходимости, а, не так, как это должно быть, и, конечно, мы сейчас люди тут присутствовали, на улице, тем более, здесь, мало что понятно, что происходит в холтере, как это освящение происходит, ну, в духовной жизни, вообще мало что понятно, как освящается человек, когда он крестится, стоит в ступень, вроде как, мы спустимся в ступень, такие же и вышли, да, что происходит, в любом действии, в священном действии, есть видимое, и невидимое, то есть, есть человеческое дело, и это дело Божие, и вот освящение храма, оно, по-моему, похоже на освящение человека, которое совершается при крещении, здесь проходят разные символы, здесь вспоминается повредение, Господа, жизнь с Креста, пища и кровь, вот так символизируют, когда мы холотили, слышали, вот возле, это вспоминается, как перебивали, гвоздями тела, Господа, и тела живого, и тела живого, кресту, и поднимали на Голгофе, здесь, как нравится, одежда исток крестовок, но само освящение, это, когда сходит невидимая сила Божия, на что-то, и вот сейчас на храм, мы видим, хоть и не мощнее наши молитвы, но не нужны, слава Господа, что я буду, если будет трое, тем более, здесь очень многие судьи собрались, я буду среди них, и похоже, вот как человек, обувается вода в крещении, как-то храм здесь, многотарно вырвался, окоплялся святой водой, как человек, это крестико помазывает святым миром, так и мы помазывали святым крестом миром, вот стены этого храма, потом еще снаружи, окоплялся святой водой, и вот такие параллели можно провести, и вот как человек выходит из купели, уже много человеков, хотя внешне, возможно, это и не видно, но все-таки человек, часто мы говорим, даже со взрослыми, кто крестил взрослыми, сознательно, может тайно, и не явно для Бога, кроме каких-то изменений в себе ощутить, а так или иначе, как человек растет незаметно, как в речи в Евангелии говорится, и человек встает, луком просыпается, не видит, как растение растет, она очень легена, но рано или поздно вырастает какое-то растение, плод приносит, так было премещение, так и храм, мы верим, вроде ничего не произошло, вчера здесь молились, позавчера, без этого освещения, сегодня что произошло, но мы верим, что благодаря Богу, особенно, и из простого здания, церковного, которое, конечно, здесь служило, здесь и перед ржавой, вот в этот момент, оно стало, и снова присутствует, это сила Божия, ну, а, то есть, божественная благодать, как мы говорим, называем силу Божию, вот, а ее каждый может здесь получать, по мере своей уже, как говорится, восприимчивости, вот, так вот, солнце светит, но каждый по-разному воспринимает, ультрафиолет, кто-то сильнее задает, кто-то в одежде ходит, не воспринимает вообще, когда вы делаете, у вас, я не знаю, что это будет, благодаря Богу, она в праведии с устрем, но каждому удается по мере, так сказать, делать восприимчивости человеку, вот, поэтому я благодарю вас, и, конечно, как немощенную силу, это тоже получалось, в этом событии, вот, чтобы и, и я, это тоже желаю всем вам, это тоже. Спасибо, Владыка, и, конечно, всем, благодарю, здесь присутствуют те, кто помогал, восстанавливает этот кран, и другие, и сам, если, я, конечно, всех вас благодарю за вклад, какой ваш вклад, но это ваше спасение тоже, но это тоже надо не забывать, вот, я, Кирилл как-то сказал, присутствует, на одном, посвященном тайме, говорит, вот вы справились там, да, обращаясь, он и творители, а не жертвы, а вы приходите сюда, молиться, приезжайте, молиться, приезжайте, молиться, привозите своих детей, своих мокров, вот так вот, это бы хотелось, чтобы это самое, наверное, основное. Ну, и пожелает всех, кто сейчас стоит уже на улице, их поблагодарить, несмотря на вот такое, ну, солнце, люди, хотя все не смогли сюда войти, из-за размера храма, вот, они там стоят на улице, я вижу, через, вот, верной поедет, да, вот, нового пройти, это тоже, вот, ну, это, и ваша здесь молитва, да, дорогие мои, спасибо вам еще всем, ну, а сейчас, мне бы хотелось бы, конечно, наградить тех, кто принимал участие в восстановлении этого храма. 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 а также в честь освящения собора, исполняющего обязанности губернатора Бручарова Андрея Ивановича. ПЕСНЯ 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 Министр строительства Пугово-Гражданской области Валентина Николаевна. 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 Многое лето, Многое лето, Многое лето. Начальник карандела территориального планирования Министерства строительства города Слово Симбоника Светлана Витальевна. Многое лето, Многое лето, Многое лето. Начальнику полковнику полиции МРУ КБДД города Михайловка Дели Глазову Андрея Владимировича и его супруги Ильич Берина Борисовна. Исполняющий обязанности главы администрации Северфоновичского района Журкова Сергея Александровича. Многое лето, Многое лето, Многое лето. Экс-главе Северфоновичского муниципального района Щербакова Виктора Васильевича. Многое лето, Многое лето, Многое лето. Многое лето, Многое лето. Атаману Музьминского верта Судья Саула Гончарова Андрея Валентиновича. 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 кандидатом медицинских наук Золокариона Светлана Николаевна. Семьи Дарья Тушняк, Александра Григорьевича и Иоанна Викторовна. 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 Дарья Тушняк, Александра Григорьевича и Иоанна Викторовна. И от имени всех людей, которые приехали сегодня в других регионах, поздравляю вас с этим замечательным праздником. От имени всех ваших духовных чад, которые окангляются в этом чудесном месте, просто прославленном самим Богом на Зарице Небесной. Я благодарю вас за этот чудесный храм, за эту сказку, побыть в таких местах, очиститься, причаститься и набраться такой радости духовной, чтобы нести ее в мир, в этот тяжелый и сложный мир. Мы любим вас все, все, кто стоит внутри храма, все, кто стоит за храмом, потому что создать такую красоту, это дорогого стоит. Это какие нужны молитвы, это какие нужны труды, это какие должны быть пролиты слезы, чтобы все это воплотить в жизнь. Милостив наш Господь, и Он радует нас даже в такие сложные времена, вот такими чудесными духовно богатыми местами. И мы все вместе будем ждать, когда наш дорогой Владыченко как-то пропидет эту тему поднятия мощей. И мы все вместе с большим количеством всех православных людей, всего людо, будем приезжать сюда вновь и вновь, чтобы славить Господа нашего и Иисуса Христа. Спасибо вам и низкий поклон, Матушка, и всем сестрам, родникам, которые являются для нас действительно самыми родными, самыми близкими. А мы постараемся хвостиком, как уточкой, не открываться от нашей мамочки. Низкий вам поклон и доброго здоровья. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сколько людей, тысячи людей ждали, когда возможно зайти в этот храм Они прождали все эти долгие пять часов, чтобы только попасть туда И прикоснуться к этой святыне Волгоградской области Которой так давно ждут освящения волгоградцы И жители других регионов, часто посещающие наше святое место Усть-Медведевский, Спасо-Преображенский и Женский монастырь Субтитры подогнал «Симон» Основное чувство – это та духовность, та легкость в очищении души После данного мероприятия Это очень намоленное место Которое настолько дает заряд духовности, чистоты Являясь прихожаном данного храма Поэтому каждое воскресенье мы с семьей приезжаем сюда И вот сегодня одно из воскресеньев, когда произошло открытие этой святыни Настоящий праздник для города, для района, вообще для всех Я хочу сказать, что такая благодать пошла Как это хорошо все-таки, что все это произошло Что все это светили Что дай Бог, чтобы много людей сюда приезжало Приходило И, как говорится, восстанавливались духом И крепли духом Дай Бог всем здравия и всего хорошего На славу Божию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!